Друзья, здравствуйте! Мы не случайно стоим возле бани-бочки, потому что мы будем сегодня поднимать очень интересную тему Влажность в бане, а точнее сушка и вентиляция Мы приехали в Новосибирск, компанию КедрПром, которая производит как вот такие небольшие бани-бочки, так и огромные громадины И будем мы общаться с Александром Сорокиным, владельцем и основателем этой компании Александр, здрасте! Для справки, компания, хотя правильнее, фабрика КедрПром, работает с Кедром уже почти 20 лет Десятки тысяч их бань-бочек радуют владельцев по всему миру А из последних проектов нам особо запомнилась их Азбаня с Баняфеста, которая сейчас переехала на Алтай в шикарнейший банный комплекс Насколько вот этот параметр влажности важен не только для ощущения человека в парной, но и для самой бани после того, как человек в ней попарился Любым изделием нужно ухаживать Очевидно, простые вещи Поднять трапы, протереть пол на сухо, если там вода стоит где-то, бывает листиками забивает слив То есть протереть воду, выгнать, это первое Второе, вентиляция, конечно, необходима Здесь еще мы не прорезали, то есть у нас традиционно везде сквозная вентиляция Мы рекомендуем открывать вентиляционные решеточки, чтобы весь воздух продувал Плюс открытая дверь оставлять между помещениями Может быть еще что-то? Окна дополнительно, конечно Ну, окна обычно работают больше, когда процесс парения То есть если кислорода не хватает, мы дополнительно их открываем, насыщаем парной кислородом И, конечно, если слишком влажно, окошки тоже открываются, двери открываются, чтобы лишнюю влагу выкнуть, конечно Но самая главная рекомендация, это дополнительно подтопить, открыть двери, открыть приточку, чтобы все тяжелый влажный воздух выгнать Плюс поднять трапы и протереть все Ну, то есть никаких особенностей по эксплуатации в сравнении с обычными классическими стационарными банями нет Все то же самое Да Еще один важный момент, все-таки, какая печка стоит То есть все печки работают по-разному Когда топка снаружи, вентиляция в бане меняется То есть понимаем, что воздух идет, она отсюда воздух сосет Если топка изнутри, естественно, баня сохнет быстрее и лучше То есть воздух влажный уходит у нас отработанный, уходит в топку и улетает С дымовыми газами Да, поэтому есть преимущество у печки, если мы изнутри топим Это и эстетика, мы видим огонек и в то же время она подсыхает Вот, ну, в общем-то и все Но следить, конечно, нужно, то есть видно, грибок, плесень, если появляется Нужно его вовремя обработать, чтобы он не перерос в какой-то разрушительный гриб Ну, я бы сказал, что такая рекомендация является и для больших парных То есть мы же строим еще рубленые из бревна из лафета Сегодня люди понимают, что лучше в парной сделать кафельный пол, а не деревянный С фарточком по кругу, плинтус, да, чуть-чуть поднять Обшивочные доски Если это дерево, допустим, оно же у нас сразу идет То есть мы там кафель заводим, прям врезаем его в стену, в деревянную Там обрабатывается все герметиками специальными, чтобы водичка туда не подтапливала Плюс разноуклонка делается, поло, чтобы вода уходила в сливной трав Но обслуживание бани примерно то же самое То есть нужно следить, чтобы не было где-то плесени Можно дополнительно где-то вставить вентиляцию, как басту, например Опять же, все зависит от того, какая печь Печь может делать все сама И лишний воздух отработанный убирать, и подсушить И хорошее качество пара давать Если пошел грибок, какие химические средства Или, может быть, какие-то другие способы есть Для того, чтобы это все, ну так скажем, малоинвазимным способом Можно было как-то устранить Много различных масел, пропиток, антисептиков Огромное количество То есть бывает гриб какой-то окрашивающий Когда дерево начинает темнеть То есть здесь работает сначала отбеливатель Но предварительно, конечно, подскурить нужно Снять какое-то, что там было покрыто чем-то Обработали шкурочкой Просушили предварительно Обработали потемнение отбеливателя Далее обработали антисептиком или грунтовкой После этого уже нанесли защитный слой Для полков это один состав Для полов второй состав Для стен третий состав И для полков, на которых мы сидим Четвертый То есть они все разные По степени экологичности По степени химического состава Ну то есть есть такие составы Которые допускаются к применению В таких местах, как парное помещение Понятно, что там особое отношение К тому, чем мы дышим Да Итак, друзья, как вы уже поняли Гигиена важна не только для человека Но и для самой бани Так точно В рамках нашего сегодняшнего обсуждения Именно касательно влажности Кедр имеет какое-то особое свойство? Кедр в плане вот В устойчивости влажности В устойчивости поражения грибами Он превосходит другие породы Плюс его Еще в чем Он для бани, я имею в виду Он не плачет, как сосна Да, он может где-то немножко На сучочках Где-то кармашки какие-то Может немножко поплакать Все это потом пошкурил Обработал То есть смола превращается в канифоль То есть он твердеет и все То есть нет такого, что постоянно капает тебе на голову Ожоги какие-то нет Плюс Самый главный у него Запах То есть вот мы здесь находимся Какой запах, да, уникальный? В сосновую мастерскую зайти в столяну Такого запаха не будет Поэтому мы первые бани свои Внутри стараемся И людям говорим Подышите То есть не надо их обрабатывать Подышите Обработайте потом сами Да, полки мы обрабатываем Там нижнюю часть обрабатываем корыто А вот вверх стены Ну не нужно Надо вот Чтобы благоухало Вот Именно кедровым запахом Вот, друзья Очень вкусно Рассказывает Александр И я, кстати, призываю вас Зайти на канал Компании КедрПром Ссылку на их Ютуб-канал Мы дадим в описании Так что изучайте Смотрите Восхищайтесь Ну а Александра Я благодарю за очень ценную информацию Мне очень приятно Что мои земляки Делают такие замечательные Бани Бани-бочки Кедровые бани В общем Всего вам хорошего Спасибо Счастливо Счастливо